Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство, принцип действия, регулировку, назначение и место в машинно-аппаратурной схеме машин для обработки поверхности зерна и обеззараживания. Эти машины применяются на мукомольных предприятиях на подготовительных фазах перед подачей зерна на размольные системы. Рассмотрим более подробно назначение и место в машинно-аппаратурной схеме. Очистка поверхности зерна от пыли, надорванных в процессе обработки плодовых оболочек, а также частичное отделение зародышей бородки производится в вертикальных обоечных машинах типа R3 BMO или в горизонтальных обоечных машинах типа R3 BMO. В подготовительном отделении завода эти машины используются дважды. Вначале после триерного блока или концентратора и затем после отволаживания. Перед поступлением в обоечные машины зерно обязательно должно пройти очистку от металломагнитных примесей в магнитных сепараторах. После первого этапа обработки в обоечных машинах R3 BMO-6 или R3 BGO-6 двумя потоками зерно направляют для очистки от легких примесей в воздушный сепаратор и далее на этап мокрого шелушения. Второй раз поверхность зерна обрабатывают в машинах R3 BMO-12 или R3 BGO-8 одним потоком. На заключительном этапе очистки зерна после обоечных машин второго прохода предусмотрено механическое обеззараживание зерна в энтолейтерах R3 BES, где в результате ударных воздействий уничтожаются вредители зерна. После энтолейтера зерно поступает воздушный сепаратор R3 BAB для удаления разрушенных зерен и легких примесей. Энтолейтеры-стерилизаторы R3 BAM применяют также на заключительной операции технологического процесса производства муки для ее обеззараживания после контрольных рассевов. Рабочий процесс в обоечных машинах и энтолейтерах Основным рабочим органом обоечных машин является вращающийся бичевой ротор, установленный в неподвижном сетчатом цилиндре. Между бичами и цилиндром устанавливают определенный зазор. Зерно под действием центробежных сил вращающегося бичевого ротора отбрасывается к сетчатому цилиндру и подвергается многократному механическому воздействию со стороны бичей в результате ударов, трения о сетовую поверхность и между зерновками. В результате пыль, песок, частицы плодовых оболочек, зародыша и бородка отделяются от зерна и проходят через отверстия сита. В зависимости от модели обоечных машин зерно и продукты шелушения объединяются и направляются в воздушный сепаратор или выводятся раздельно. Технологическую эффективность очистки оценивают снижением зольности зерна, при этом нормируют его дробление. Обработка зерна в обоечных машинах считается эффективной, если снижение зольности будет не менее 0,02%, а количество битых зерен увеличивается не более чем на 1%. Коэффициент снижения зольности в процентах определяют по формуле, которую вы видите на экране. Где Z1 и Z2 зольность зерна соответственно до и после обоечной машины. Зольность зерна в процентах определяют по формуле, которую вы сейчас видите на экране. Расшифровка обозначений формулы также представлена на экране. Основными факторами, влияющими на технологическую эффективность и производительность обоечных машин являются окружная скорость бичевого ротора, нагрузка, расстояние между кромкой бичей и сетовым цилиндром, характер и состояние сетовой поверхности, влажность зерна и другие. Окружную скорость бичевого ротора следует выбирать в зависимости от обрабатываемой культуры. Например, для рыжей, обладающей более вязкой структурой, чем пшеница, скорость должна быть 15-18 метров в секунду. Для мягкой пшеницы – 13-15 метров в секунду. Для твердой, более хрупкой пшеницы – 10-11 метров в секунду. При уменьшении рабочего зазора интенсивность воздействия увеличивается, так как возрастает сила удара и взаимного трения. Удельная нагрузка зависит от особенностей обрабатываемой культуры, режима работы обоечной машины, типа бичевого ротора и от материала сетчатого цилиндра. Рекомендуются следующие удельные нагрузки – килограмм на квадратный метр. При обработке пшеницы в обоечных машинах с металлотканной поверхностью цилиндра. В вертикальной – от 1500 до 3000. В горизонтальных – от 5000 до 8000 кг на квадратный метр. Энтолейторы-стерилизаторы – это машины ударного действия, в результате которого уничтожаются вредители зерна и муки. Оставным рабочим органом является ротор типа беличьего колеса, вращающийся с частотой 1500 или 3000 оборотов в минуту. Эффективность работы энтолейторов в основном зависит от скорости вращения ротора и конструктивных особенностей. Энтолейтор R3-BES обеспечивает эффективность уничтожения живых долгоносиков около 95%, скрытой зараженности около 70%. Содержание битых зерен при этом увеличивается примерно на 1%. Энтолейтор R3-BEM практически полностью уничтожает живых вредителей в муке и примерно на 94% уничтожает скрытую форму зараженности – личинки, куколки, яйца. При этом не происходит дополнительного измельчения муки. Рассмотрим устройство, принцип действия и регулировку вертикальных обоечных машин типа R3-BEMO. На предприятиях можно встретить две модификации – R3-BEMO6 и R3-BEMO12, отличающихся производительностью и некоторыми конструктивными элементами. Обоечная машина R3-BEMO6 состоит из следующих основных узлов – приемного устройства, корпуса, сетчатого цилиндра, бичевого ротора, привода, выпускного устройства. Приемное устройство имеет патрубок 1, загрузочную воронку, питающий цилиндр 15 и распределительный диск 14. Приемный патрубок 1 – прозрачный цилиндрический стакан, установлен на крышке корпуса, а сверху через гибкий рукав соединен с самотечной трубой. Загрузочная воронка – это два конуса 17 и 18, установленные один над другим, что обеспечивает лучшее истечение зерна. Питающий цилиндр 15 приварен к нижнему конусу 17 воронки. К нижней части цилиндра примыкает распределительный диск 14, подвешенный к конусу на трех пружинах 16. Причем натяжение пружин отрегулировано таким образом, чтобы обеспечивалось прижатие диска к цилиндру без нагрузки. Цилиндрический конус 7 обоечной машины является несущим остовом для всех ее узлов. Это сварная неразборная конструкция из листового металла. В нижней части корпуса предусмотрены 4 отверстия для крепления его к перекрытию. Почти по всей высоте корпуса с противоположных сторон имеются съемные дверцы 11 с запорными ручками. Диаметр корпуса 890 мм. Вертикальный сетчатый цилиндр 8 собран из трех секций, которые соединяются между собой болтами через три продольные деревянные накладки, регулирующие натяжение цилиндра. Вверху и внизу сетчатый цилиндр установлен на внутренние кольца корпуса машины. Для предохранения от преждевременного износа верхняя часть сетчатого цилиндра с внутренней стороны на высоте 250 мм закрыта сплошным металлическим листом. Сетчатый цилиндр выполнен из металлической сетки толщиной 3 мм специального плетения с отверстиями 1 на 1,8 мм. Бичевой ротор смонтирован на вертикальном стальном валу 6 при помощи четырех крестовин 12, которые прикреплены центрующими штифтами. На крестовинах вертикально установлены 8 плоских стальных бичей 13. Верхние их концы отогнуты в направлении вращения ротора. На бичах сделаны прорези для крепления их болтами к крестовине. И регулирование зазора в пределах от 22 до 28 мм. Между рабочей кромкой бичей и сетовым цилиндром. Вал бичевого ротора вращается в двух самоустанавливающихся подшипниках. Верхний подшипник роликовый, радиальный, сферический, двухрядный. Он установлен в чугунном корпусе с крышкой и закреплен на валу втулкой и гайкой со стопорной шайбой. Нижний подшипник шариковый, радиальный, сферический, двухрядный. Он установлен на закрепленной втулке в стальном корпусе с крышкой. Привод бичевого ротора осуществляется от электродвигателя 4 через клиноременную передачу 3. Электродвигатель установлен в верхней части машины на вертикальной стальной плите. Шар нерно связанный с кронштейном корпуса машины. Натяжение приводных ремней осуществляется поворотом плиты, положение которой фиксируют два откидных натяжных болта с гайками. Выпускное устройство выполнено в виде конического сварного конуса с патрубком, куда совместно направляются проходовая и сходовая фракции обоечной машины, зерно и отходы. Высота выпускного конуса 700 мм. Вертикальная обоечная машина R3 BMO-12. По конструкции аналогично рассмотренной машине R3 BMO-6 и состоит из тех же основных узлов. Отличием является конструктивное исполнение бичевого ротора, имеющего 5 крестовин вместо 4. Выпускное устройство машины R3 BMO-12 выполнено в виде двухконических воронок, большой и малой, установленных одна в другой. Такое устройство обеспечивает раздельный выпуск очищенного зерна через малую внутреннюю воронку, а проходовой фракции отходов через большую наружную. Технологический процесс в вертикальных обоечных машинах происходит следующим образом. Зерно поступает в приемное устройство и равномерно распределяется диском 14 по кольцевому зазору между бичевым ротором и сетчатым цилиндром. Продвигаясь по спиральной траектории вниз, зерно подвергается многочисленным ударам и трению. В результате интенсивного шелушения отделяются частицы оболочек, зародыша, бородки, пыль. Очищенное зерно и отходы выводятся из машины. Отличительной особенностью этих обоечных машин является вертикальное расположение корпуса, что обеспечивает лучшее использование производственной площади. Сетчатая поверхность производит более мягкое воздействие на зерно, чем наждачное, но более интенсивное, чем стальное. Соответственно, снижение зольности в обоечной машине R3 BMO6 составляет около 0,015%, что несколько ниже, чем в наждачных обоечных машинах. Увеличение содержания битых зерен не превышает 0,3-0,4%, то есть ниже предельно установленных норм. Рассмотрим устройство. Принцип действия. Горизонтальных обоечных машин типа R3 BMO. Обоечные машины R3 BMO6 и R3 BMO8 отличаются производительностью и конструкцией отдельных узлов. Горизонтальная обоечная машина R3 BMO6 состоит из приемного устройства, корпуса, бичевого ротора, сетчатого цилиндра, привода, выпускных устройств и станины. Над приемным патрубком 1 находится магнитный аппарат, снабженный грузовым клапаном. Корпус 13, сваренный из листового металла, является основом для крепления всех узлов обоечной машины. Он установлен на станине. С одной стороны корпуса имеется плотно прилегающая дверца 12 с запорными ручками. В корпусе предусмотрены отверстия для приемного 1 и аспирационного 5 патрубков и конуса 9. Бичевой ротор является основным рабочим органом машины. Он состоит из пустотелого вала 3, с торцов которого приварены полуоси, закрепленные в самоустанавливающихся подшипниках. На консольной части полуоси установлен приводной шкив. К пустотелому валу по образующей укреплены винтами 8 бичей, представляющих продольные стальные пластины, к которым приварены радиальные гонки 4. Причем на 4 бичах через 1. Гонки установлены под углом 80 градусов, а на остальных под углом 60. Гонки имеют разную высоту. 5 крайних гонков с обоих сторон короче средних. В результате такого расположения зерно в различных зонах имеет неодинаковую скорость. Относительное движение потоков увеличивает интенсивность трения и соответственно повышает эффективность очистки зерна. Сетчатый цилиндр 2 состоит из двух половин, соединенных в продольной плоскости. Сетка, выполненная из проволоки граненого профиля и специального плетения, крепится к деревянной рамке специальными винтами с увеличенной головкой. Сетчатый цилиндр зажимается на питателе и выходном патрубке. Привод машины осуществляется от фланцевого электродвигателя 10 через клиноременную передачу 11. Натяжение кленовых ремней производят винтовым устройством. Фланец электродвигателя укреплен на вертикальной опоре машины болтами. Между фланцем и опорой установлена плита, жестко связанная с фланцем, и имеющая вертикальные прорези для перемещения электродвигателя при натяжении кленовых ремней. Выпускные устройства предназначены для вывода отходов проходом через сито и очищенного зерна сходом с него. Для выпуска отходов под сетчатым цилиндром установлен конус 9, который крепится к корпусу машины. Очищенное зерно выводится через выпускной патрубок 7 типа улитки, установленный в торце сетчатого цилиндра со стороны противоположной приему. Выпускной патрубок повернут таким образом, чтобы обеспечивалась подача зерна из обоечной машины в приемную камеру вертикального пневмосепарирующего канала. Станина представляет собой две опоры, на которых установлен корпус обоечной машины. Со стороны привода опора выполнена сплошной, а с противоположной стороны в виде двух стоек, соединенных в верхней части поперечиной. В нижней части опор имеются отверстия для крепления машины к полу. Далее рассмотрим устройство и принцип действия горизонтальной обоечной машины R3 BGO-8. По устройству основных рабочих органов аналогично машине R3 BGO-6, но отличается компоновкой, расположением приемных и выпускных устройств, размерами и производительностью. Машина R3 BGO-8 состоит из приемного устройства, корпуса, бичевого ротора, сетчатого цилиндра, привода, выпускных устройств и станины. Приемное устройство расположено в центральной части машины. С помощью вертикального клапана зерно распределяется на обе половины бичевого ротора. Корпус 2 устроен аналогично корпусу машины R3 BGO-6, отличается длиной, расположением отверстий для приемного и выпускных устройств, а также имеет дополнительное отверстие 1 для забора воздуха. Бичевой ротор 6 отличается от рассмотренного длиной и соответственно количеством бичей. К ротору машины R3 BGO-8 крепится 16 стальных пластин по 8 на каждой половине ротора с зеркальным исполнением. Каждая половина ротора аналогична ротору машины R3 BGO-6 за исключением угла наклона гонков на смежных бичах 60 и 70 градусов. Сетчатый цилиндр 3 состоит из двух секций. Устройство каждой секции не отличается от рассмотренного выше. Привод конструктивно выполнен так же как привод машины R3 BGO-6 за исключением электродвигателя, который имеет большую мощность и соответственно габариты. Выпускные конусы 8 для отходов расположены под каждой половиной сетчатого цилиндра, а по трубке 7-9 для очищенного зерна с обоих концов бичевого ротора. Технологические процессы в горизонтальных обоечных машинах происходят следующим образом. Зерно поступает в приемное устройство и пройдя магнитную защиту распределяется в кольцевом зазоре между ротором и сетчатым цилиндром. Затем зерно продвигается гонками в осевом направлении, подвергаясь многочисленным ударам и трению. Очищенное зерно и отходы раздельно выводятся из машины. Отличительной особенностью горизонтальных обоечных машин типа R3 BGO является то, что полывал бичевого ротора занимает до четверти рабочего объема сетчатого цилиндра. В кольцевом зазоре с заполненным зерном под действием гонков, имеющих различный угол наклона и высоту, возникает сложная циркуляция зерна с различной скоростью. Высокая эффективность обработки поверхности зерна обеспечивается также высокоскоростным режимом работы бичевого ротора. Настройка и регулирование обоечных машин заключается в следующем. Перед пуском проверяют затяжку всех резьбовых соединений, натяжение кленовых ремней и сетчатого цилиндра, направление вращения ротора, расстояние между кромкой бичей и сетчатым цилиндром, возможность вращения ротора от руки, наличие смазки. При работе машин на холостом ходу не должно быть ни свойственных шумов, стуков, вибраций, течи смазки, нагрева подшипников более 60 градусов Цельсия. При регулировании приемного устройства вертикальных обоечных машин распределительный диск подтягивают пружинами к основанию питающего цилиндра так, чтобы обеспечивалось плотное прилегание без нагрузки. В горизонтальных обоечных машинах регулируют положение грузового клапана в приемном устройстве, который должен быть слегка прижат без нагрузки. Проверяют зажимы сетового цилиндра. Если натяжения недостаточно, то сокращают толщину деревянных прокладок. При излишнем натяжении устанавливают более толстые прокладки. При износе сетового полотна цилиндра его необходимо заменить. При работе обоечных машин под нагрузкой оперативного регулирования не требуется, кроме обеспечения равномерной подачи зерна. При износе бичей ротора рекомендуется заменить сразу весь комплект бичей во избежание возникновения дебаланса ротора. При необходимости замены одного бича следует заменить и противоположный бич на равный ему по массе. После замены бичей проверяют рабочий зазор между кромками бичей и сетовым цилиндром. Технические характеристики обоечных машин представлены в таблице на слайде. Далее рассмотрим устройство и принцип действия энтолейтеров-стерилизаторов. Энтолейтер-стерилизатор R3-BES состоит из следующих основных узлов. Ротора, привода, корпуса, приемного и выпускного устройств. Ротор имеет два стальных горизонтально расположенных диска 4 диаметром 430 мм. Расстояние между ними 35 мм. Между дисками установлены два ряда втулок 3 по 40 штук в каждом ряду. Диаметр втулок наружного ряда 14 мм, а внутреннего 10 мм. Диски соединены между собой через отверстия во втулках винтами. Во избежание отвинчивания каждый винт закернен в двух местах. Зазор между ротором и корпусом составляет 40 мм. Ротор при помощи муфты и крышки закреплен на валу энтолейтера. Вал 5 вращается в подшипниках качения. Вращение ротору передается электродвигателем 9 через клиноременную передачу 6. В зависимости от места установки энтолейтера в технологической схеме и качество зерна можно изменить окружную скорость ротора путем замены клиноременного шкива 7 электродвигателя в пределах плюс-минус 15-20%. Корпус энтолейтера сварной конструкции из нержавеющей стали состоит из внутренней и наружной цилиндрических обечаек, которые в нижней части сведены на конус. В корпусе имеются окна. Полость 10 в корпусе энтолейтера между внутренней и внешней обечайками служит для прохода зерна, которое выводится через патрубок 11. В верхней части корпуса установлен приемный патрубок со смотровой вставкой. Для повышения эффективности стерилизации и предотвращения повторного удара зерна о детали ротора в корпусе. По всей окружности установлено отражательное кольцо, внутренняя поверхность которого выполнена под углом к вертикальной оси в направлении разгрузки зерна. Энтолейтер установлен на трех трубчатых стойках 12. Энтолейтер R3BM состоит из следующих основных узлов. Ротора, корпуса, привода, приемных и выпускных устройств. Процесс стерилизации и конструкция основных узлов энтолейтера R3BM не имеет принципиальных отличий от рассмотренной ранее машины R3BES. В роторе энтолейтера установлено вдвое меньше втулок. А расположение и размеры их такие же, как в энтолейтере R3BES. Ротор энтолейтера при помощи муфты и крышки установлен непосредственно на валу электродвигателя. И частота вращения ротора энтолейтера R3BM вдвое выше, чем у R3BES. Процесс стерилизации в энтолейтерах происходит следующим образом. Исходный продукт, зерно или бука через приемный патрубок 5 поступает в пространство между дисками 4 ротора, отбрасывается в сторону втулок 3, где получает первое ударное воздействие. Захватывается и разгоняется втулками и центробежными силами, а отбрасывается на отражательное кольцо, где подвергается второму ударному воздействию в направлении центрального разгрузочного отверстия. В результате живые вредители уничтожаются, зерна с личинками разрушаются, а личинки в основном погибают. Обработанное зерно или мука через полости корпуса и выпускной патрубок 8 выводится из машины. Оперативного регулирования, кроме регулирования подачи исходного продукта, энтолейтеры не требуют. Техническая характеристика энтолейтеров представлена в таблице на слайде. В этом видео мы рассмотрели устройство, принцип действия, назначение, место в машинно-аппаратурной схеме, рабочий процесс в машинах для обработки поверхности зерна и обеззараживания. Мы рассмотрели обоечные машины и энтолейтеры. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видео. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего хорошего и до новых встреч.